Николай Олеников прислал текст, который называется «Источники концептуальности манифеста глобальной волны». Итак, любое интернет-движение в социальных сетях, если оно, провозглашая свою идею и концепцию, не призывает к соблюдению в повседневной личной жизни отправления установленных ритуалов и предписанных правил, а в публичной жизни не призывает на законно разрешенных оснований к собраниям, шествиям, митингам и действиям в поддержку заявленного проекта, оно вырождается в клуб диванных мечтателей. Идея проекта должна стимулировать мотивацию человека действовать на уровне личных и общественных интересов. К примеру, для каждого верующего церковь установила повседневные правила постоянно находиться в молитвенном состоянии с целью восхождения к святости через любовь к Богу для решения провозглашенной утилитарной задачи попасть в бессмертной душе праведника в рай. Здесь видна сформулированная церковью мотивация на личностном уровне. Помимо этого, верующему предписано носить натильный крест, соблюдать церковный календарь постов и религиозных праздников. Для контроля и управления поведением верующих обязательно предписано еженедельное посещение храма для совершения совместной литургии под управлением настоятеля храма. Через такой формат воздействия на верующего происходит управление поведением человека. Для формулирования тезисов, манифеста или воззвания необходимо ясно видеть, какую цель преследует интернет-движение и глобальная волна. Цель должна быть одна – реализация идеи счастья для живучего человека в настоящем времени и реализация мечты человека о бессмертном будущем. Для этого необходимо сформулировать глобальной волне свои смыслы и ценности счастливого рая на Земле. Источником перечня безусловных ценностей для любого человека выступают пять основных его инстинктов, которые в проекте «Глобальная волна» должны быть руководством к действию по их выполнению прямо здесь и сейчас на уровне личного заинтересованного поведения для каждого в отдельности и для всех, когда этот проект станет руководством к действию для масс. Захват внимания публики происходит через новый взгляд на вечность, бессмертие и теоретическое объяснение законов мироздания, смена форматов измерения времени и исчисления календаря, предложение нового языка общения, компьютерного, эсперанта, волопюк и т.д. Дискредитация и осуждение употребления вредных для здоровья и вредных по своему содержанию продуктов питания, формирование новых традиций, привычек и устоев. Новая научная парадигма. Андрей Евгеньевич Кузнецов говорит о том, что термин «новая научная парадигма» в подавляющем большинстве непонятен населению. Поэтому начинать надо со слов. Новая научная парадигма позволяет нам решить и ответить на вопросы общества и каждой личности. И дальше по списку, что каждый получает. Таким образом мы создадим новые нейронные связи, что такое новая научная.